На прошлом уроке мы остановились на том, что мы начали делать некую столешницу, в нее вставили раковину, сделали вообще блокинг всех объектов, которые у нас будут попадать в область рендера, кроме мелких. Это нам нужно было для того, чтобы выяснить пропорции и расставить общую композицию будущего рендера. Теперь мы можем начинать уже детализировать и переходить к предметному моделированию. Самый большой из этих предметов, которые здесь находятся на референсе, это стул. Поэтому мы сейчас будем делать стул. Эти два можно уже удалить. Этот у нас будет служить размерным кубиком. С чего можно начинать моделировать такие сложные объекты? Во-первых, нужно сначала понять его форму. Если что-то не видно, можно допридумывать с точки зрения логики, как удобно было бы сидеть. Значит, вот здесь внутри можно добавить выемку. Также нужно разделить примерно, из каких частей будет состоять этот стул. То есть ножки – это более такая цельная модель, а сидушка, она помещается сверху. Скорее всего, в какую-то выемку, которая находится здесь. То есть здесь хороший пример референса с точки зрения показать, как можно моделировать разного рода стулья. Например, у вас может быть вот эта сидушка побольше, мини-кресло. Но, тем не менее, она также у вас будет состоять из жесткой части, таких как ножек, и более мягкой части – это сидушка. То есть, используя примерно такой же алгоритм действия, вы сможете сделать любой другой стул, просто повторяя форму вашего референса. Итак, с чего я начну? Я начну с верхней части. То есть, в принципе, мы размеры определили по стандартам. То есть, поискали где-то в интернете размеры барных стульев, взяли оттуда пропорции и построили по нему примерно каркас. Здесь всегда, в принципе, можно смотреть характеристики и размеры объектов, которые продаются. Так, и поэтому я могу, в принципе, используя этот куб, сдублировать его. Так, один из кубиков у меня останется резервным. Кстати, лучше всегда использовать латинские названия, называть текстуры латинскими символами, и чтобы в пути у файла всегда находились латинские буквы. Так Maya будет работать более хорошо и не будет вылетать. Резерв мы оставляем, а второй кубик я начну из него уже моделировать столешницы. Кстати, здесь, думаю, будет удобно использовать сейчас лейеры. Резервный объект я добавлю в лейер. То есть, выделив объект, нажав на крайнюю иконочку, у нас появляется новый лейер. И здесь мы, получается, можем поменять режим отображения этого лейера. R означает, что я не могу выделять этот объект, но я его вижу как с шейдером. Если я нажму просто, то есть никакой иконки нет, то я могу взаимодействовать с этим объектом. Если я переключу на режим T, то я вижу вот такой вайфрейм от того объекта, но выделять и двигать я не могу. То есть, это самый удобный вариант лейера для данного случая, чтобы можно было просто ориентироваться по его размерам, но чтобы он не мешал в процессе моделинга. Также, если вы хотите, вы можете перенести этот объект в другую сцену и работать, например, в чистой сцене. Либо можно скрыть все другие объекты, чтобы они не мешали, и работать над ним. То есть, как я говорила, уже способов очень много. Прозрачным. Смотрите, мы сначала выбираем объект, добавляем его слой. То есть, если сюда навести, у нас появляется create a new layer and assign selected object. То есть, мы создаем новый слой и сразу закидываем в этот слой объект выбранный. Дальше у этого слоя мы меняем третью иконку на T. Таким образом, он становится нередактируемым, но мы видим его только каркас. Дальше идет уже удобство моделирования. Можно все держать в разных группах и скрывать, например, объекты, которые могут мешать смотреть и работать. То есть, можно группу стен объединить в одну группу. Я выделяю все объекты, нажимаю Ctrl-G и называю это walls. И можно это скрыть. То есть, я объекты не удаляю, они на месте, но скрыв, они уже не мешают мне работать. Также у нас вот этот table. То есть, работая через outliner, можно тоже себе облегчить жизнь, просто скрывая объекты. Второй способ – вы можете открыть новый файл и начать в нем моделировать. А потом вы просто сделаете импорт этой модели прямо сюда. И это тоже один из удобных вариантов. То есть, самое главное, чтобы у вас получился хороший результат, а как вы его достигаете, тоже дело удобства каждого человека. Так, дальше я сейчас поменяю центр пайл на уголочек и могу выравнивать относительно вот этого нашего размерного куба. Так, это у нас будет, получается, основание, откуда будут идти ножки. Если примерно посмотреть, то наверх у меня будет идти сидушка. Так, сейчас стол верну. Да, сидушка у меня пойдет наверх. И ножки пойдут вниз примерно до тех уровней. Можно сделать так. Здесь они еще так интересно сливаются друг с другом. Прямо вот так вставляются. Есть несколько способов. Можно ножки отдельно вставить вот в эту, получается, сидушку, а можно их вытянуть из сидушки. Так. Здесь нам нужно разделить эту сидушку напополам. То есть, отсюда пойдет уменьшение этой сидушки, отсюда пойдут ножки. Дальше я буду вытягивать ножки все-таки из этой сидушки. И нужно сделать будет потом разметку этих ножек. Но сначала я соскейлю немножко вот этот объект, потому что он идет с таким заужением книзу. То есть, все вот это основание можно соскейлить вниз. Выделяю нижние вертексы, немного скейлю. Выделяю средние вертексы и тоже немного скейлю. Таким образом у меня получается вот такой изгиб, как на референсе. Отсюда сверху потом вытянутся ножки. Следующее, что можно сделать, так как ножки дальше идут тоже закругленные, и сидушка тоже закругленная, следующим этапом я сделаю бевл вот этих краев, чтобы сразу у меня оставалось закругление. Еще не забываем сохраняться. Бевл у нас находится, как я уже говорила, либо на шелф панели, либо в edit mesh. Так же есть бевл. С двумя, да. Сейчас посмотрим, как подойдет больше. Самое главное нам получить такое мягкое закругление. Так, мы это добавили. Дальше, скорее всего, я вот эти вот верхнюю и нижнюю часть удалю фейса, потому что, во-первых, у нас уже здесь из-за бевла появилось много вертексов и мало эджей, то есть многоугольники. Поэтому, если что, ее можно потом сверху уже закрыть, когда нам понадобится, и то нам, скорее всего, понадобится только немножко закрыть ее, а сверху у нас будет сидушка. Да, будем, но мы будем их сейчас экструдить вот, скорее всего, вот так вот, в сторону и сюда, потому что у нас вот здесь вот есть такая вот, они как будто бы выходят из нее, и опускаются сюда. Вот отсюда мы, скорее всего, будем экструдить ножки. Какие? Не поняла. Вот эти вот эджеты? Да. Они же, получается, мы забевалили? Да, за счет бевела у нас появилось побольше полигонов. Во-первых, оно скруглилось. Во-вторых, у нас появились полигоны, откуда можно вытягивать ножки. Так, для ножек, скорее всего, можно будет сейчас вот сюда толщины добавить. Я выбрала материал экструд, точнее, ту, и вовнутрь его немного, вот так вот можно. Добавить вот такой толщины. И тем самым у нас вот здесь вот появляется место для вытягивания вот этих ножек. Если после экструда и добавления толщины у вас объект выглядит черным, это означает, что у вас, во-первых, не горит вот эта галочка, но ее лучше выключать. И означает, что фейсы перевернуты наизнанку. То есть заглянув вовнутрь, они будут серые. То есть лицо смотрит вовнутрь, а изнанка наружу. Это легко исправить, выделив объект и нажав реверс. После реверса оно все разворачивается назад. Так, дальше по ножкам. Я вот этот edge сейчас выровняю относительно вот этого. То есть выделив двойным кликом, используя V как snap, мы его чуть-чуть опускаем. И теперь попробую вытянуть из вот этих вот фейсов ножку. Так. Я сейчас сохранюсь на всякий случай и попробую их поэкструдить. Так. Ну, выглядит в целом приемлемо. Но насколько это с точки зрения геометрии подходит. Потому что у нас получается здесь вот это пересечение. Поэтому надо подумать, как это сделать чуть-чуть по-другому лучше. Сначала я заэкструдью вот эти два фейса. Таким образом у меня получится вот здесь вот толщина. И я могу вот эти четыре фейса уже тянуть вниз. Плюс у меня получится здесь дополнительная геометрия, чтобы можно было сделать вот такой вот пологий скат. То есть сейчас она пока угловатая, но это как раз-таки достаточно. Еще один лайфхак покажу, как потом разделить вот эту модель на четыре части и сделать симметрично. То есть я буду фокусироваться пока на одной стороне, а потом просто сдублирую и соединю, так как они почти идентичные. То есть в принципе идентичные. Поэтому мы будем работать только с одной ножкой. И уже из вот этих четырех вытягиваем ножку. Но это лучше сделать Ctrl-Z и вытянуть ее прямо, то есть развернув вот этот пайвот. Так, вытянем его сюда, до самого низа. И плюс она у нас еще идет вбок, а нам надо ее отвести чуть-чуть назад. Таким образом у нас появляется угол на то, чтобы стул становился устойчивым. Так, в целом, окей, дальше будем детализировать уже... То есть сначала мы быстрыми мазками намечаем форму, после этого уже прорабатываем детали. Где-то скругляем, где-то там заужаем. Вот эти вот перекладинки я буду делать, когда у меня будут все четыре ножки. Потому что между ними будет легко сделать бридж. То есть бридж фейсов, и у нас они сами образуются. Поэтому прежде чем идти тогда вот к этим ножкам, я сейчас детализирую вот эту часть. То есть потом, после детализации, сдублируем на все четыре края. И только после этого уже будем готовить перекладинки. Так, вот это можно чуть-чуть заскейлить, чтобы он был такой покатый. Так, дальше вот эти вот два тоже немного соскейлю. Можно еще посмотреть через режим тройки. Также здесь получается у нас чуть-чуть должно заужаться. Плюс можно немного сдвинуть. И так далее. И так далее. И так далее. так здесь можно добавить мультикат чтобы вот здесь можно было еще чуть-чуть сузить вот так и у нас появился более такой отстраненный чтобы не ломалась вот эта самая форма сидушки и ножки как будто бы туда заходили так из-за скейла у меня здесь немного потерялась линия но это можно тоже подвинуть вручную когда мало вертексов можно в целом ими управлять и двигать на глаз когда их много когда мы засмузим то это сделать будет сложнее можно еще добавить мультикат сюда там где у нас широкая область будет потом мультикат сюда и мультикат сюда и так как ножка неравномерная дальше ее можно немного заузить посмотрим на нее через режим тройки получилась она такая немного плоская потому что у нас еще здесь получается из потому что мы отсюда вытягивали у нас появился вот здесь вот такой угол этот edge можно вытянуть от угла вот так постараться ровненько и у нас появляется уже более крупная форма дальше что можно сделать можно здесь по периметру сделать сделать циркулайз на циркулайз таким образом чтобы у нас так сказать они все смотрели ровно вот можно вот эти вот rotation axis поменять на получается дефолт тогда их удобно вращать то вот эти все линии были друг другу параллельны и дальше если вот например вниз не очень красивый получился можно его просто удалить и за экструдить заново за экструдить и через кейл заузить так возвращаемся в единицу чтобы при сглаживании когда мы нажимаем тройку вот это все не не ехала здесь нужно добавить дополнительные мультикаты которые будут сдерживать вот это движение здесь и здесь один и еще один вот здесь вот я зажимаю и control и shift таким образом у меня вот этот вот мультикат снаппит к определенным равным процентам так хороший вопрос еще раз покажу я перехожу в режим компонентов выделяю это могут быть edge vertex и или face и дальше захожу в tool settings включают tool rotation через е и здесь есть получается в настройках rotate center и мне помог дефолт то есть режим дефолт как раз таки вернул вот этот вот rotation пайват на те компоненты которые я выделила это если например у вас вы хотите развернуть группу объектов а вот этот вот rotation находится где-то далеко то можно поменять их tool также бывает что например у муфтула тоже как-то сбивается с этих особенно включается snap snap step тогда вы можете его отключить и он тоже будет нормально двигаться то есть у каждого тула есть настройки через которые можно его редактировать здесь вот у нас чуть-чуть вот эти оси скривились поэтому я сейчас разворачиваю такое скривление происходит когда мы используем вот этот циркулэйту он как бы живет своей жизнью делает так как ему удобно поэтому можно потом чуть-чуть поправить постараться их вот так вот сделать прямыми так здесь можно еще дальше включить режим отображения soft and edge сгладить и посмотреть на модель как она смотрится уже даже в таком состоянии сверяемся с референсом здесь я вижу что нужно сделать больше изгиб здесь у нас как раз есть вот этот edge мы его можем чуть-чуть соскейлить и возможно сдвинуть сюда немного и сюда немного чтобы у нас получилась такая вот выемка так если если у вас вот такие черные подтеки вот здесь есть это означает что у нас сработал софт и и в целом нужно в некоторых моментах вернуть его как hard and edge тогда она будет смотреться у лучше вот уже не так тянет кстати смотреть шейдинг тоже иногда важно потому что потом на рендере вот эти вот подтяжки тоже будет видно вот такие подтяжки означают что этот фейс не совсем ровный и в какие-то моменты его немного фолдит ну хотя здесь он у нас должен быть кривой это исправляется еще добавлением еще дополнительным мультикатов она смотрится уже поаккуратнее но сейчас я их добавлять не буду потому что мы потом скорее всего это все будем сглаживать и при сглаживании она уже выглядит получше аккуратнее так возвращаемся в единичку и теперь мне нужно сделать симметричные копии по всем четырех местам как это можно сделать можно разделить эту модель на равные части так но прежде чем это делать я еще раз удалю вот это вот мультикат потому что мы его потом в любой момент можем добавить а сейчас он помешает выставлению ровно в центр edge дальше я перехожу в insert edge loop tool ставлю number of edge loops единица и таким образом у меня эта моделька режется ровно пополам мне нужно разделить ее на четыре части соответственно вот эта часть у меня основная я ее буду дублировать направо а потом эту общую часть буду дублировать наверх это можно сделать несколькими способами я обычно использую способ через scale но в мая есть тулы которые позволяют делать мир в геометрии мир в геометрии автоматически сшивает все вертексы и так далее а мой способ он немного ручной это нужно будет делать вручную сейчас попробую показать оба способа как обычно я делаю свою резервную копию ее скрою для другого метода и у этой моей копии я уже могу смело удалять все части которые я не буду использовать осталось только вот эта часть которую нужно сдублировать до контроль c контрол v но она будет немного по-другому во первых нам нужно переместить центр паеват на ту ось относительно которой мы будем дублировать я сейчас зажму d нажала зажимаю в среднюю кнопку мыши и тяну этот центр паеват самый уголочек вертекса он может быть здесь день здесь это неважно самое главное что относительно всей модели это находилась здесь нажимаю опять d дальше проверяю что вот эти все вертексы у меня выровнены в одну линию то есть что они не кривые можно выделить их группу и потянуть к центру за скейл таким образом они выравниваются относительно одной линии дальше я делаю контрол д контрол д заменяет действие контрол c контрол в то есть у нас дублировалась эта часть дальше у этой модели я делаю скейл минус z потому что вот это эта сторона если посмотреть она у нас находится на оси z поставив сюда минус у нас появляется опозит копий от этого объекта и можно посмотреть что здесь у меня если вот такие вот пересечения идут это значит что центр пайват был не в таком уж в центре но это легко потом исправляется можно оставить дальше что я делаю мне нужно чтобы это стало одним объектом но прежде чем чтобы это стало одним объектом не нужно убрать отсюда минус потому что в игровых движках если вы 10 минус оставить и закомбайнить эта половина будет нет не будет отображаться то что у нее она будет считаться развернуты наизнанку если вот это по фризить минус то эта модель остается как бы в наших координатах и не разворачивается но это только unity касается так дальше после этого после того как все за фризили приз трансформейшн это вот эта иконка мы делаем комбайн этих объектов и это становится единым объектом но у нас остались пустые группы объект у нас остался где-то вне но ничего страшного дальше теперь мне нужно сшить вот эти вот все вертексы воедино потому что если их не сшивать по сути это все еще отдельные части и их можно вот так вот раздвинуть чтобы у них образовалась связь между ними эти вертексы надо сшить мы можем их выделять по одному вот здесь вот вот это хитапс дисплей который показывает статистику показывает сколько вы выделили вертексов и из двух вертексов у нас должен получиться здесь один я для сшивания использую команду мерч и объединив у нас появляется здесь такое вместо 2 хаджи 1 вместо двух вертексов 1 g это повторение последней команды то есть сшив вот эти вот все вертексы мы теперь уже не сможем отделить вот эту часть фигуры то есть она уже цельная так и у нас получилась вот такая цельная моделька кстати можно здесь также использовать мультикат на 20 процентов и здесь на 20 процентов тот который мы удалили тот раз то есть тут чтобы не повторять потом это действие можно его вернуть назад кьюз на клавиатуре заканчивая действие возвращает в режим выделения здесь у нас получилось вот такие ножки тоже абсолютно аналогичным способом мы проделываем чтобы это повернуть теперь в другую сторону только теперь я вот этот центр паеват выставляю относительно вот этих вот вертексов и плюс еще нужно их также выровнять относительно одной оси чтобы у меня при сшивании это все вот эти все вертексы оказались ближе к друг другу также можно опять поправить вот это центр паева опять нажимаю control д опять разворачиваю но уже по оси x минус один и все теперь смотрим как они в этот раз они у нас оказались точно на одной линии и после этого мне будет легче сделать ночь опять удаляем минусы из координат делаем фриз трансформэйшн делаем комбайн этого объекта удаляем историю удаляем пустые группы сразу которые образовались после этого все еще у нас эти объекты не сшиты и их можно так вот разделять теперь так как все вертексы находятся прям очень близко друг другу я вам покажу как это сделать автоматически мы нажимаем merge нажимаем его настройки ставим этот threshold на какое-то очень маленькое значение в данном случае 001 это достаточно делаем merge и у меня сокращается а у меня вот эти вот эти близкие вертексы тоже слились поэтому да надо еще меньше сделать поэтому вот этот способ тоже очень-очень надо аккуратно использовать чтобы не повредить модель вот теперь остальные вертексы не сшились тут надо проверить сшились ли или вот эти да вот эти вертексы сшились если что-то было криво они могут остаться и сделать дырочку но здесь в конкретном случае у меня почти все вертексы сшились воедино режим тройки обычно показывает если там есть дырочки вот этот тач он немного кривой поэтому я всегда проверяю через режим тройки итак все мы сделали за несколько действий четыре ножки сделав одну часть ее можно просто симметрично отразить на другие часть то есть но при таком методе нужно прям хорошенько детализировать чтобы не повторять потом одно и то же действие на четыре стороны так теперь следующее что можно сделать это можно сделать вот эти перекладины для этого я сейчас определю место куда они пойдут а потом нужно будет добавить дополнительных сабдивиженов либо можно сделать бэвол на вот этих вот гранях как раз таки бэвол будет идеальнее потому что можно применить сразу к четырем и он разделит эти кусочки на равные части и можно просто вот так вот отрегулировать высоту через фракшн думаю такое толщины будет достаточно дальше мы выделяем какие фейсы у нас пойдут на перекладину они должны быть друг напротив друга они должны быть друг напротив друга чтобы было ровно и нужно определиться с какой толщиной в целом у нас здесь очень много геометрии и как раз таки получилось нужное количество и нужная толщина поэтому я выделив вот так вот фейсы напротив нажму им bridge так bridge сделал свое дело но у меня полома поломались здесь шейдеры на самом деле это ничего страшного можно просто сделать assign existing material и ламберт один положить либо standard surface зеленым означает что здесь фейс потерял свой материал и скорее всего он потерял свой материал потому что мы очень-очень усложнили эту модель и если посмотреть на ее UV развертку скорее всего там оказалось пустое место поэтому материал потерялся но мы потом будем все объекты разворачивать по UV координатам возможно через лекции 2 так что я там потом детально уже покажу как это делается но в целом это самое главное что это не страшно так здесь мы выделяем примерно на одинаковом расстоянии и опять повторяем bridge здесь он уже сработал нормально так здесь тоже самое выделяем здесь у нас интересно происходит дальше опять выделяем примерно примерно такие внутренние части у меня между ними остается здесь примерно два фейса со всех сторон так удостоверились и сделали bridge так у нас в несколько кликов появились вот такие перекладинки теперь в местах там где мы добавили bevel у нас остались вот эти жесткие грани их можно тоже быстро и легко полечить то есть ну и то есть ну и ну и ну и Сглаживать через стройку. Чтобы при сглаживании через стройку у нас все не ломалось, нам тоже нужно здесь закрепить вот эти острые углы. То есть добавить мультикатов. Через Ctrl-Shift у меня выделяются здесь мультикаты в процентном соотношении. То есть здесь 10%, здесь мы берем 90%. Получается на равных расстояниях друг от друга добавляется дивизион. Вообще мультикат это такой достаточно мощный инструмент, который позволяет нам многое что делать. Но все же там пожестче грани, поэтому можно через скейл их раздвинуть. По-моему, одинаково. Можно еще вот так вот сделать мультикат поближе здесь. Хотя особо не улучшилась ситуация, поэтому Ctrl-Z. Да, в целом можно. Визуально, симпатично. Либо можно еще один добавить сюда. Тогда оно будет пожестче. Да, конечно, можно. Нет, я когда сдвигала, оно все равно расползается так. Тут дело даже уже в количестве. Какие. Итак. Они делят вот этот весь период Вот как 10, 20, 30, 40, 50, это 90 А, снап степ? Да, его можно редактировать Здесь это означает, что он по 10 их делит То есть если посмотреть Вот Шаг 10% идет Вот этот шаг можно, получается, средактировать Можно сделать Снап степ 1%, тогда мы будем Вот каждый, каждый вот это делать Ну, 10% нормально Что делать? Цветок Мы их делать не будем Мы будем их просто скачивать Касательно такого декора, как растения Если вы хотите добавлять сцену, то можно их скачивать с разных платформ Готовые То есть для дизайнеров есть много разных ресурсов, где можно скачивать модели Но это касается только цветов Если вы скачаете, например, стул, мы узнаем, что этот стул скачанный То есть сейчас наша задача научиться моделировать, а не использовать готовые Но если вы хотите работать с цветами А? Да Цветы можно скачивать, например, вот здесь со скетчфаба Ставить галочку Downloadable И здесь есть как бесплатные, так и платные цветы Там, где знак доллара, означает платное Да Совсем не серым С текстурами Обычно используется, например, fbx разрешение Если, например, скачали и он в файле блендера То надо будет конвертировать Скачивать блендер и из него уже экспортировать в fbx В целом на ютубе много туториалов, как можно это делать Можно будет тоже смотреть Но это мы будем уже делать в конце, когда будем наполнять сцену Сейчас вернемся к нашему стулу То есть большую часть по этому стулу мы сделали В целом он будет выглядеть вот в таком виде Потому что здесь более такие плавные линии И так он выглядит получше Единственное, что я забыла по ножкам, это закрыть их Надо было их закрыть до того, как я дублировала все четыре Чтобы сейчас не повторять вот это действие Ну окей, ладно Сделаю это четыре раза Я обычно использую Сейчас Бридж Так, здесь можно сделать fill hole Потому что уже получается четырехугольник А здесь у нас нужно сделать, получается, бридж один раз И дальше fill hole Таким образом мы поделили вот эту ножку на четырехугольники И дальше, чтобы она не была такая острая на конце Вот здесь нужно также применить bevel По всей вот этой части Можно даже оставить один сегмент Потому что потом мы будем в конечном итоге вот так вот его сглаживать И при сглаживании, смотрите, когда у нас ножка закрыта Четырехугольниками Она смотрится намного аккуратнее, чем если просто открытая и острая То есть так получше Поэтому нужно то же самое проделать сейчас с остальными ножками Можно, но сейчас я делаю закругление, чтобы через bevel Чтобы она не сильно вот так остро становилась, а чуть-чуть Потому что когда сглаживается, оно просчитывает среднее закругление между соседними эджами То есть автоматически А еще сильнее закруглять нет необходимости Потому что мы и так применим сюда потом smooth И так получится поменьше полигонов И закрываем оставшиеся части Что-то через fill hole, что-то через bridge Еще раз напомню, что для моделей, которые идут на рендер Очень важно их хорошенько детализировать Для моделей, которые идут в игры Очень важно знать количество полигонов и ограничения То есть не создавать вот такое большое количество Саппорта тэджи То есть там все выигрывается за счет того, что создаются Трансфер мапы с высокодетализированной модели на низкодетализированную модель И вот эти все закругления, детальки, где-то, например, гвоздики Они все идут через трансфер мап И запекаются в нормали А потом, когда на low poly модель накладывается в нормали Они смотрятся как high poly Я могу даже сейчас показать часть, которые были применены в игре Чтобы у нас получилось наглядно То есть сама моделька low poly А выглядит она как high poly То есть вот здесь на самом деле всего 200 полигонов Оно может быть даже видно где-то угловато Но вот эти, например, были гвоздики смоделированы А потом через трансфер мап это все переносится в текстуру И она смотрится сглажена То есть даже сглаживание можно перенести через нормали Так, здесь у нас есть, а здесь нет Тут важно перед тем, как бевел делать Прямо все-все выделять Всегда перепроверяйтесь то, что вы выделили Если, например, бевел сделать только на кусочки И, например, один кусочек забыть Там сломается геометрия Даже могу наглядно показать Я сейчас недовыделяла То вот здесь будет вот такое прерывание И здесь лучше отменить действие Либо удалить эти фейсы и начать заново Потому что применив бевел сюда отдельно У нас получится вот так немного криво, косо и не совсем правильно Поэтому всегда потратьте больше времени На проверку того, что вы выделили Потому что когда большие модели начинаете моделировать Даже у некоторых в чайнике видела это То, что можно случайно захватить что-то при выделении Заэкструдить А на задней части, например, поверхности Может сломаться Добавится экструд там, где не надо Сделается бевел там, где не надо Там, где надо, можно пропустить Поэтому лучше два раза проверить выделение И потом уже применять предмет Точнее, ту Следующее, что я сделаю, это сидушку Так, сидушку мы будем сейчас также моделировать Из кубика Но мы его создадим отдельно И положим сверху Так, где у меня оптик-модуль Так, здесь сразу вижу, что нам нужно вот эту вот часть Сделать потоньше Потому что тут мы видим, что сидушка прям заходит вовнутрь Вот в эту впадинку И мы здесь видим небольшую такую толщину Сейчас у меня толщина чуть-чуть большая Поэтому через скейл это можно как раз-таки подтянуть И через режим тройки посмотреть Так, в целом Так смотрится аккуратненько, красиво Можно уже сделать сидушку Сидушку я создам из куба Кстати, куб можно использовать опять тот же самый резервный наш Я его сейчас дублирую Единственное, что его нужно будет вытащить из нашего слоя Так как он сейчас выделен, можно сделать remove select object И он оттуда вытащится Сидушку можно посмотреть, сделать сначала максимальной высоты, а потом уже какие-то части опускать Для этого нужно вернуть стол и опять посмотреть пропорции Думаю, так будет достаточно Так, стол можно опять скрыть Сохраняемся И это у нас будет сидушка Так, у сидушки надо определить, как будет идти геометрия Так, она вот такая очень скругленная Интересной покатой формы Сейчас разделим ее пополам Тут сразу видно, что она у нас симметричная Поэтому центр симметрии у нас пойдет вот так Дальше мы где-то здесь добавим еще один division Это будет самая высокая точка И самая низкая точка примерно здесь Вот эти вот фейсы я сейчас опущу И у нас само все автоматически обретет форму Также их можно чуть-чуть вот так вот развернуть Так, вот здесь я буду работать с edge Чтобы его тоже опустить И у нас получилась вот такая форма Опустили Дальше что мы сделаем Мы здесь его через тройку посмотрим Посмотрев через тройку В принципе оно у нас уже подходит под размеры Нужно сделать закреп внизу Через мультикат Чем ближе мы его вниз ставим Тем острее будет здесь скругление Вот, даже хорошо получилось Следующее что мы сделаем Это мы сделаем выемку для сидения Выемку для сидения можно сделать через тот же самый экструд Нажимаем cue на клавиатуре Чтобы вернуться в режим selection И здесь вот эти вот фейсы Хотя смотрите Я не уверена в правильности своих действий Поэтому я сделаю дубликат вот этого момента Резервную копию скрою И если например экструд сломается Что-то пойдет не так Я всегда могу откатиться вот к этой фазе Но главное не запутайтесь в своих фазах Всегда переименовать Чтобы если что потом удалить лишние детали Так и здесь относительно центра Можно это все заэкструдить Заскейлить вот так вот Центр И опустить Так, теперь через тройку если посмотреть В целом у нас появилась выемка для места сидения И вот эти вот вертексы Мы можем просто подтянуть сюда Таким образом у нас получится полукруг Для выемки для сидения Также сверимся с референсом Думаю, что очень даже похоже Если например поправить еще вот эти вот вертексы В сторону Точнее чуть-чуть вверх То у нас получится Похожая на референс деталь Всего в несколько кликов у нас получилась такая интересная форма Ну смотрите, я здесь работала как в режиме единицы Так и в режиме тройки То есть конечный результат у мягкой мебели Он будет сглаженный Но в любом случае мы начинаем с того, что форма формируется Из куба, из каких-то лоу-поли объектов То есть лоу-поли формой управлять намного легче То есть количество вертексов здесь маленькое И подвинуть и получить вот такой мягенький результат Уже опасно Поэтому мы используем в процессе вот такие методы Дальше мы здесь видим, что здесь в принципе уголочек не совпадает Для этого можно сделать бевел на вот этом крае Но бевел совсем чуть-чуть Опять проверяем через стройку Уголочки почти совпали Да, думаю, так хорошо Если это сработало здесь То можно повторить и вот здесь Опять проверяем правильность выбранных вертексов Лучше выбирать их лупами Даже вот этот кусочек можно захватить Потому что таким образом бевел срабатывает более аккуратно И получается меньше пятиугольников Возвращаемся в режим пятерки Вот В целом сидушка почти села Здесь правда не совсем понятно Ну думаю, окей Дальше при желании можно поправить через soft selection После того, как основная форма закончена Все детали сделаны Можно сделать дубликат этой всей модели Сгруппировать И оставить это low-poly chair Ну и конечно это я просто для себя Вдруг он мне потом пригодится где-нибудь в играх А то, что мы сделали high-poly Я сейчас уже сконвертирую в мягкую версию То есть сейчас у нас всего лишь режим отображения При рендере он будет выглядеть вот так Чтобы сохранить его сглаженный вид Мне нужно зайти в modify, convert И smooth mesh preview to polygons Можно сделать таким способом Либо можно вернуться в режим единицы И сделать просто smooth этого объекта Тройка Если тройку нажимаем И нажимаем modify smooth mesh preview to polygons То он делает больше subdivision То есть он более сглаженный Например, здесь можно пойти таким способом Сейчас я хочусь назад Вот эту часть модели Так как у нас и так здесь много фейсов Можно сделать через smooth Через smooth мы можем контролировать количество вот этих дивижинов Через тройку Modify, convert, smooth mesh preview to polygons У нас получается больше полигонов Он вообще не сработал Он делит их сразу на два Но здесь тоже можно подкорректировать и сократить Но для сидушки двойка будет получше выглядеть Что и со smooth, да, по идее Но smooth, там получается каждый степ по одному Нет, тройка это только превью То есть мы через тройку можем моделировать low-poly объект И видеть, как он будет после сглаживания То есть тройка это только превью Но на рендере он будет low-poly А теперь после того, как мы закончили Мы должны сконвертировать это уже в полигоны То есть и smooth mesh preview to polygons Работает только когда нажата тройка То есть когда он сконвертит Если она не нажата, он может не примениться Так, со стулом в целом мы закончили Мы его хорошо так детализировали Можно возвращать все остальные объекты И дальше уже работать со сцены Вот этот финальный стул можно тоже загруппировать в одну группу И назвать chair И ему центр пайват тоже вернуть в центр его массы И вообще даже для удобства использования Центр пайват можно ему поставить на низ И уже дальше двигать везде по сцене Так, вернемся к нашим объектам Что здесь можно еще сделать? Можно пойти детализировать шкафчики Так как у нас здесь пока просто стена Из этой стены мы можем проработать шкафчики Также у этих шкафчиков есть еще такие панели Которые тоже уходят в геометрию Разделю его пайка на 6 частей И посмотрим, какие получатся части Так, 6, по-моему, много Отменяю, ставлю на 5 5 тоже много Поставим на 4 Вот, думаю, вот так вот как раз Здесь у нас будет шкаф Здесь стена Здесь соседняя стена Как раз Дальше остальное можно разделить через мультикат Включая режим мультиката Здесь у нас будет на 40% Здесь вот так Хотя нет 40% это маловато Где-то вот так можно взять Я зажимаю Ctrl-Shift Я у него спрошу, что он поставил Вообще нет Нет Думаю, к следующему уроку можно Это удобно Так, дальше Здесь у нас получается шкаф И шкаф нам нужно углубить вовнутрь А полки можно поставить отдельно Я возьму вот этот фейс И его туда Вплоть до стенки Но не слишком близко к стенке Чтобы у меня вот так вот Фейсы потом не рябили Так И дальше вот эти вот Получается формы Можно тоже Немного заэкструдить И вдавить вовнутрь Да, я полочки Хочу отдельно поставить Чтобы уже Не так сильно много на них времени тратить Поэтому можно их Отдельно просто поставить Полочки толщиной Скорее всего Хотя 5 сантиметров много Пусть будет 2-3 сантиметра Так как они у нас в принципе далеко Можно их прям сильно так не прорабатывать Так, нет Всего у нас их 3 И они примерно на одинаковом расстоянии Кстати, на прошлой лекции был задан вопрос Будет ли у нас пол и другие стены Да, обязательно Пол мы добавим Пол можно будет сделать как plane И на него мы даже будем потом назначать материалы Левые и правые стены Мы тоже добавим обязательно И в них сделаем окна Но в целом у нас сейчас как раз время есть Можно будет это сделать Единственное, что для удобства моделирования И вообще потом ставить камеру Их можно очень сильно продвинуть То есть сделать подлиннее Чтобы они не мешались Например, вот как-то так Чтобы у нас пространство комнаты Хоть оно было и не совсем реалистично По квадратуре Но для рендера хватало маневр Чтобы вот здесь вот Можно было двигать камеру И нам никакие стены не мешали Поэтому их можно вот Так Отдалить подальше И вот здесь их можно тоже через snap Продлить сюда Опять через extrude Можно их вот так вот Нарастить Опять extrude чуть-чуть И здесь можно просто их через bridge Соединить друг с другом А потом вырезать Окно Вот как раз-таки Вот в этих областях Чтобы у нас шел свет от них Весь что? Потолок? Ага Ну да Там будет вот так вот тяжело Двигаться Можно его еще подальше поставить В любой момент Можно потом Достроить Продлить Но сейчас просто Это мешает Процессу моделирования Потолок мы потом тоже Закроем Чтобы от него Не проходил свет Также можно отдельные стены Просто кубиками поставить Чтобы они тоже Просто создавали атмосферу Но не мешали Plane polar Тоже можно вот так вот увеличить Так Сохраняемся Что еще можно сделать? Сегодня можно еще сделать Думаю что кран Так Как сделать кран? Он у нас Смотрите Очень такой Скругленный Аккуратненький Можно сделать Также Несколькими способами Можно использовать Для Аккуратного круга Торус Торус Это Такой предмет Как пончик Когда Пока вы его Начали модифицировать У него есть В инпутах Настройки Можно регулировать Его Секшен радиус Я зажимаю Если что Среднюю кнопку мыши Вытеняю название И Через среднюю кнопку мыши Влево Вправо Ввожу У меня меняется Значение Также Можно Закрутить Добавлять И уменьшать Количество Аксисов Да Можно Но Плейны Должны смотреть Вовнутрь Тогда Потому что Плейн Снизу Он черный Он состоит Из Одного Толщиной Это получается Куб В игровых движках Можно делать Дабл Сайд Кулинг Чтобы С двух сторон Отображалось Здесь Это тоже Делается Через Лайтинг Шейдинг С двух сторон Но Вообще Лучше Стараться Если там Где надо Добавлять Толщину Так Для крана Здесь мы Возьмем Не мешало Да Когда объект Появляется То То В принципе Нам Другие Размерные Уже Не нужны По нему Даже Можно Сделать Так Выделить Этот Куб И Радиус И сделать Изолей Селекшн Таким Образом Мы будем Видеть Только Их Двоих А все Остальные Объекты Нам Не будут Мешать Примерно Вот так Сфокусируемся Нажав F По толщине Он у нас Тоненький Значит Можно Еще Вот этот Вот Секшн Радиус Сократить Ну Думаю Так Будет Нормально Так Теперь Теперь Вот Этот Куб Можно Скрыть Пока Здесь Мне Остается Удалить Половину Этих Вот Фейсов Вот Эту Часть Мы Заэкструдим Ну И Если Например Он Тоже Подлиннее Эту Часть Тоже Можно Соэкструдить Немного Чтобы Он Ровно Без Скейлов Вытаскивал Лучше Возвращать Манипулятор В центр Вот Таким Образом У нас Получилось Основание Для крана Останется Только Добавить Детали Смесителя Ручки Они Идут Вот Так Здесь Можно Дополнительно Поставить Цилиндр И Его Обогнуть Вот Так И Из него Дальше Вытянуть Ручку Тоже Создадим Цилиндр Развернем Его На 90 Градусов Со Скейлем W В Снеп Возможно На Следующем Уроке Немного Переделаю Вот Эту Раковину Слишком Близко Стоит Здесь У нас Получается Смеситель Смеситель Можно Как-нибудь Детализировать Так Во-первых Можно Поставить Сюда Бевелы Ой Немного Смеситель Бевелы Вообще Стараюсь Бевел Больше Трех Сегментов Не ставить Потому Что В целом Три Это Прямо Очень Хорошее Сглаживание Два Это Там Где нам Немножко Дальше Можно Сделать Сюда Мультикаты Здесь Здесь У нас Будет Ручка Которая Будет Открываться Здесь Регулировка Температуры Для Детализации Можно Добавить Сюда Еще Такое Небольшое Бевел С Фракшеном И Заэкструйтить Вот это Внутрь У нас Получится Здесь Такая Как бы Отдельная Штучка Как будто Она Двигается Вот такие Зазоры Маленькие Они Позволяют Вам Детализировать Объекты Но Их Можно Делать Прорабатывать Когда У вас Уже Пропорции Есть Вы Довольны Формой Все Красиво Смотрится Тогда Уже Можно Добавлять Сейчас Отсюда Вытяну Ручку Так Можно Чуть-чуть Заэкструйтить А дальше Сделать Циркулэйт Скейлом Вниз И Дальше Экструйт И Уже Ручка Получилась Такая Можно Будет Просто Вот Это Весь Цилиндр Чуть-чуть Повернуть Так Вот Здесь У меня Получается Tool Сеттинг Кривоватый Можно Поменять На Компонент Тогда Можно Тянуть Его Ровно То есть Вот Эти Оси Они Тоже Редактируются В зависимости От Ситуации Поэтому Move Settings И Rotate Settings Можно Менять Через Tool Settings Так И вот Здесь Получается Нам Нужно Еще Один Мультикат Добавить Очень Рядышком Так А Уже Его Забы Валить Тоже Заэкструдить Вовнутрь И Будет Ощущение Что Там Есть Механизм Который Позволяет Его Вращать Или Открывать Такие Небольшие Зазоры Они Добавляют Детали Самые Недетализированные У нас Здесь Получилась Вот Эта Ручка Ее Можно Через Двойным Кликом Получается Выделить По кругу И сделать Софт Энедж Вот Ее Необязательно Даже Сглаживать И Для Большей Детальности Вот Эти Краешки Можно Также Забы Валить Опять Все Также Очень Внимательно Выделять Их По кругу И Здесь Уже Сегментов Можно Добавить Три Так Она Будет Смотреться Аккуратнее Но Опять Нужно Применить Софт Энедж Софт Энедж На всю Фигуру Не Применяю Потому Что Здесь Если Сгладить Сейчас Сохраню Чтобы Можно Было Отменить Если Полностью Сгладиться Вот Здесь У меня Тоже Становится Что-то Не Очень Красиво Поэтому Я Сейчас Отменюсь И Софт Энедж Около На Вот Этой Части Оставлю Так В целом Получается По крану У нас Получилось Вот так Для Большей детализации Вот этот Верх Можно Заэкструдить Вовнутрь Чтобы Чтобы У нас Появилась Толщина Немножко Вот Так Да Да И Так Живот Сюда То есть Все Что Происходит Внутри Как Оно Там Закрывается Его Видно Не Будет Поэтому Можно На Это Не Обращать Внимание Самое Главное Мы Видим Только Вот Так Вот Примерно Под Этим Углом И Все И То Что У нас Происходит Тут Дальше Когда Он Присоединяется Тоже Не Особо Влияет Единственное Что Здесь Можно Добавить Какой Нибудь Цилиндр Такое Ощущение Что Как Он Крепится К Столешнице Тоже Опять же Просто Для Детализации Так Дальше Сама Столешница У нас Тоже Съехала Поэтому Можно Просто Это Все Подвинуть Через Подвинув За Вот Эти Вот Эджи Подвинуть И Поспрятывать Сама Раковина Тоже Можно Ее Уже Сглаживать Единственное Что Для Того Чтобы Она Дно У нее Оставалась Таким же Детальным Можно Добавить Мультикат Либо Можно Сделать Через Бевел Ой Тройка Так Плюс У нас Здесь Еще Дальше Столешница Ее Части Надо Тоже Поудалять Либо Либо Сделать Не Так Сильно Глубокой А У нас Есть Еще Толщина У раковины Поэтому Происходит Пересечение Вот Этих Вот Толщин Значит Можно Вот Эту Внешнюю Часть Удалять Потому Что Мы Ее Не Увидим Она Будет Спрятана В столешнице Вот Так Раковины Смотрятся Получше Но Опять же Это Пока Smooth Mesh Preview Поэтому Оставим Это Пока В таком Состоянии Итак У нас Появилось Несколько Детализированных Предметов И По отношению К другой Кухне Они Сильно Выбиваются То есть Смотрите Насколько Проработывание Деталей Улучшает Внешнее Отображение Этой Модели То есть В дальнейшем Если мы На шкафчике Добавляем Вот здесь Вот Бевелы Это тоже Придает Хоть даже Это Маленький Бевел Небольшой Но Все равно Придает Реалистичность Этой Модельки Потому Что В целом У нас В реальном Мире Нет Острых Углов Прям В один Пиксель У нас Везде У всех Объектов Есть Небольшое Закругление Даже Самых Острых Жестких Но С этим Закруглением Тоже Главное Не Переборщить Так Думаю Мы работали Без Перерыва И Можем Пораньше Закончить Сегодня На следующий Урок Если Вы Хотите Я Могу Вам Показать Моделировать Предметы Которые У вас Есть В Референсах Также Вы Должны Были Уже Все Выбрать Референсы У Всех Получилось Подобрать Референсы Для Работы В целом Да Можно Кто Еще Не Выбрал Референсы Вы Должны Уже На Этой Практике Определиться Показать Можно Дмитрию Либо Айжан Да У Вас Еще Практикантка Приходит Или Еще Нет Хорошо Вот Айжан Тоже Вам Может Помогать Консультировать Самое Главное Чтобы Вы Уже Определились Референсом И Начали Делать Блокинг Моделей Потому Что Времени У Нас Остается Не Так Много Так Сейчас Я Открою Файл Сейчас Идет Четвертая Неделя На Четвертой Неделе Мы Как бы Уже На Третьей Неделе Начинаем Моделировать Выбираем Референс На Четвертой Неделе Делаем Блокинг Основных Деталей Крупные Моделируем На Пятой Неделе У нас Уже Должно Быть Готова Модель То есть Все Модельки Которые Есть В кухне Они Уже Должны Быть Готовы Поэтому Мы Должны Ускориться Ну Плюс Минус Здесь Тем Кто Добавил Поздно Добавили Предмет Можно Ориентироваться На Пятую Шестую Неделю После Этого У нас Идет Этап Текстурирования Там Мы Будем Делать Развертки Всех Объектов Развертки Накладывать Текстуры Накладывать Материалы После Всего Этого Мы Также Будем Настраивать Еще Освещение И Делать Рендер Также У нас На Восьмой Неделе На Лекции Будет Мидтерм На Мидтерме Вы Получите Референс Модели Это Может Быть Какая Нибудь Кухонная Бытовая Техника Небольшие Предметы И Вам Будет Дано Два Часа Наших Лекций За эти Два Часа Вы Только Моделируете И Сдаете Это Все В Teams Также Можно Показать И Получить Сразу Оценку Часть Еще Не Проверили Но В Ближайших Да Тоже Тут Вот Это Касательно Организационных Моментов А так По Моделям Сегодня В целом Мы сделали Многое На следующем Уроке Мы Это Финализируем Нам Осталось Здесь Люстры Детали Опять Те же Чайники Потом Кухонная Утварь То есть Займемся Уже Модулированием Кофеварки Вазочку Можно Сделать Вазочка Делается Очень Легко В данном Случе Это Просто Цилиндр Кстати Пока Запись Идет Скейлем Пропорционально Ой Что У меня Взбивается Конечно Можно Можно Не обязательно Такой же Так Лазочка Примерно Вот такая Если что Можно Потом Увеличить Стараемся Ее Поставить Верхняя Часть Заужена Потом Верхний Фейс Я сейчас Просто Удалю Здесь За Экструд Чтобы Получилась Толщина Опять Экструд Внутрь И тут В целом Так как Я дальше Моделировать Не буду Использовать Не буду Можно Сделать Просто Фил Холл А можно Оставить Такую Дырочку Там Дальше Просто Цветы Встанут Просто Когда Цветы Стоят Мы Вот Эту Часть Можем Увидеть Так В целом Вазочка Похожа Это Один Вид Вазочки Сейчас Покажу Если У вас Какая Нибудь Очень Фигурная Красивая Стеклянная Вазочка А Также Фужеры Например Можно Использовать Револв По Линии Для Этого Я Сейчас Зайду Во Вкладку Side View Где У нас Центр Примерно Здесь Относительно Центра Нарисую Curve Вообще Желательно В другой Сцене Конечно Окей Закрою Где Здесь У меня Будет Но Мы Нарисовали Контур Вазочки И Относительно Вот Этой Центральной Линии Мы Сейчас Ее Развернем Нет Есть Такой Инструмент Во Вкладке Surface Называется Revolve Мы Открываем Его Настройки Он Вращаться Да Будет Выбираем Ось У нас Y Выбираем Pivot Object То есть Вот Это Будет Выбираем Не Нерпсы А Полигоны И Можно Выбрать Не Треугольники А Квадратики И Делаем Revolve И Таким Образом У нас Появляется Такая Ваза Уже Сразу С Квадратиками С Полигонами И Пока Мы Не Удалили Историю Можно Ее Вот Так Редактировать Через Curve Это Как Экструд По Линии Только С Помощью Инструмента Revolve Какие Небудь Например Китайские Вазы Выглядят Вот Так Так И То Что У нас Получилось Например Можно Посмотреть Здесь Самое Важное Делать Это Относительно Центра Координат И После Того Как Мы Например Довольны Фигурой Ее Можно Удалить Историю И Curve Больше Не Влияет Хотя Он И так Уже Не Влияет Можно Двигать Но Лучше Удалить Историю Но Только После Того Как Вы Довольны Основной Формой Так Дальше Она У нас Развернута Наружу Ее Можно Сделать Меш Дисплей Реверс И Точно Таким Же Способом Добавить Ей Толщины Здесь Придется Чуть Чуть Ее Несколько Раз Заэкструдить Вовнутрь Либо Можно Сделать Другим Способом Не Таким Фейковым А Прям Выделить Все Фейсы И Заэкструдить Вовнутрь Либо Снаружи Так Так Наружу Будет Поаккуратнее Потому Что У нас Здесь Еще Дно Чтобы Друг С Другом Не Пересекалось Вот Таким Образом У нас Получилась Полноценная Ваза С помощью С помощью Всего Несколько Кликов Она Может Быть Стеклянная У стеклянных Поверхностей Кстати Обязательно Старайтесь Добавлять Толщину Тогда Они На рендере Будут Смотреться Более Реалистично Давайте Ее Даже Наверное Здесь Оставим У нас Будет Несколько Вас Одна Будет Бетонная Другая Стеклянная Так Ее Даже Если Что Можно Будет Потом Поставить Куда Нибудь На Пол Так Думаю Все На Сегодня Точно Все Всем Спасибо За Внимание